Знаменитого среди нечестных спортсменов всей России дядю Сэма закрыли. Об этом рассказали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. Дядя Сэм – это интернет-магазин по продаже анаболических стероидов, сильнодействующих веществ, с помощью которых спортсмены быстро набирают мышечную массу. Правда, вскоре платят за это своим здоровьем. Сотрудники УНК совместно с управлениями ФСБ и ФСИН Республики провели огромную работу и узнали, кто стоит за незаконной торговой площадкой. Сотрудниками управления на территории Республики Мордовия был задержан житель города Москвы и уроженец города Саранска, которые наладили поставку избыточных действующих препаратов на территории Республики Мордовия. Помощником москвича оказался тренер одного из фитнес-клубов Саранска. Он находил покупателей, а гость занимался поставкой анаболиков, которые доставлялись ему из Белоруссии и Молдовы. Как рассказали сотрудники УНК, там эти вещества закупались по низкой стоимости, а на территории России продавались в 2-3 раза дороже. Доход потом делился в пропорции 20 на 80 в пользу московского партнера. Уроженец города Москвы наладил здесь поставку и сбыт анаболических стероидов посредством сети интернет через сайт дядя Сэм. То есть продавались такие препараты анаболические, как тестостерон, балданон, станозолол и другие препараты. Кроме того, гость из Москвы оказался настоящим теневым бизнесменом. У него имелись съемные квартиры во многих регионах России. Он колесил по стране с целью сбыта анаболиков, приходил в местные спортклубы и предлагал тренерам дополнительный заработок. Как правило, большинство соглашались. Только в Мордовии мужчина смог заработать 600 тысяч рублей за полтора года существования интернет-магазина, успев сбыть более трех килограммов стероидов. А была еще масса других регионов, где успешно проходил сбыт. Москвич тщательно конспирировался, регулярно менял почтовое отделение отправки товара. Они признали свою вину в особом порядке. И получается так, что в своей преступной деятельности они раскаялись полностью. Раскаяние от ответственности не спасает, однако смягчает наказание. По приговору суда жители Саранской и Москвы получили по три года лишения свободы условно. Екатерина Шукурова, Александр Дюзяев. Программа «Происшествие».